всем привет продолжаем отвечать на вопросы и так был вопрос как читать коды на языке си или вообще был еще где-то подобный вопрос по поводу open source то есть проектов с открытым исходным кодом как мол читать там исходники и все что с этим связано вот сочтением исходников с изучением исходников и т.д. и т.п. так вот на это все можно ответить просто молча надо читать дело в том что проекты эти все пишутся разными людьми и разные люди либо командами имеют свой стиль программирования свой подход свои взгляды вот и эти люди отличаются от вас это понятное дело соответственно перед тем как если вы просто хотите к примеру хочу научиться читать исходные коды ну ё-моё может быть даже такое когда вы можете своей где-то работая читать код чей-то и зная предметную область и не понимать как же там все таки это все сделано до тех пор пока вы не увидите в шапке имя автора автором являетесь вы и можно порядком удивиться ё-моё это же я писал но это так где-то шутка где-то нет но нужно в первую очередь задается вопросом а для чего я хочу читать чужой код примеру некоторые изучают ядро линукс то есть ядро линукса она открытое то есть исходные коды открыты вы можете пересобрать свое ядро и поставить его да там сделать какие-то изменения и сделать так чтобы загружалась именно ваше пересобранное ядро вот так вот некоторые до изучают ядро линукс на момент ну как бы повышение образового образованности плюс там можно много всего посмотреть и разобраться как работает к примеру менеджеры памяти как работают драйвера там или работа сетью или еще с чем-нибудь то есть вот но для этого нужно понимать предметную область но сегодня мы просто взглянем я даже эти проекты еще не собирал я скачал 2222 проекта ff и mpeg и free seal free seal это игрушка цивилизация в каком-то самом простом виде ну вот давайте к примеру откроем ff mpeg и что-нибудь откроем тут много всего давайте ff tool откроем самый здоровенный файл 171 килобайт вот и и и и и что не знаю предметной области как бы можно только догадываться что тут делается то есть вот здесь как бы что это за код что это вот тут вот такое вот кто так пишет ведь все же должно быть понятно ё-моё ну короче как я сказал предметную область нужно изучать тогда вы можете более менее читать исходный код это обычно чтение исходного кода чужого или чтение исходного кода открытых проектов еще иногда можно приравнять к изучению а изучение это процесс долгий вот поэтому просто так изучать что-то я бы не советовал ну вот просто какой-то проект и дай-ка я буду читать исходный код и понимать что там происходит нет сначала изучаем предметного дальше к примеру если это какая-то графическая ну к примеру игрушка да и там есть элементы перетаскивания то лучше попытаться реализовать это самому вот когда вы уже въедете в эту предметную область ну когда вы уже примерно будете понимать как это надо делать попробуйте сами это сделать то только тогда вам уже гораздо легче будет найти в исходном коде там какой-то игры где это реализовано те участки кода которые за это отвечают и соответственно вам уже будет на порядок проще чем когда вы не зная предметной области не пытались сами этого сделать полезли и думаете ох сейчас я как прочитаю сейчас я как стану умным ну так не бывает вот и если мы этот код посмотрим то да вот очень хорошо что есть комментарии очень хорошо вот но на самом деле этот код мало о чем говорит более того у меня был опыт работы со статическими анализаторами кода точнее с одним статическим анализатором кода который там стоит денег но так как мы работали с этой компанией то понятное дело нам это давались лицензии не это статический анализатор кода он анализирует коду тот который заливается бортовые компьютеры автомобилей там поездов самолетов то есть и код проверялся то здесь целая там компании там мисра секьюр кодинг там еще какие то которые там разрабатывают свои правила что в коде можно а что нельзя но вот к примеру да не инициализированные перемены все перемены должны быть инициализирован потому что потому что хоть она вот здесь и инициализируется сразу но 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 возможно это может быть потенциальной ошибкой ну к примеру это самый такой простой до например так вот эти статические анализаторы кода анализирует коду там в компаниях которые пишут программное обеспечение для бортовых компьютеров и анализируется на момент малейших даже потенциальных ошибок потому что потенциальная ошибка на когда то может вылезти и стать ошибкой на тот потенциальный участок кода и в результате есть это в бортовом компьютере самолета что-то там откажет неправильно сработает то может привести к катастрофе и вот весь этот код до для там автомобилей для но я уже говорил он подлежит сертификации сертификация происходит путем прогонки этого кода статическими анализаторами не бесплатными оплатными вот так вот ffmpeg у нас на этом то есть это был основной проект на котором мы тестировали потому что ffmpeg то есть тут практически по всем правилам которые есть в анализаторе здесь тонна предупреждений просто безлич вот очень много соответственно тут можно получить тысячу две десять тысяч предупреждений ну вот и он как бы не пройдет ни один статический анализатор кода с но серьезный да то я думаю бесплатные тут найдут кучу всего но тем не менее это проект довольно таки он работает он работает быстро эта программка она очень удобно очень полезно и ничего сказать нельзя поэтому как бы придираться тоже есть проект он работает вот он вот исходный код его можно собрать ну попробовать собрать там к примеру обычно open source проект они имеют либо конфигур файлы либо семейк файлы но здесь семейк нету поэтому можно попробовать собрать запустить скрипт конфигур и чем там конфигурит вот ну не сконфигурил ничего надо надо ну говорит еще я вот это попробую все больше пробовать не будет то есть у меня даже они не собраны эти проекты 86 пас вот но изучать иногда нужно примеру я уже говорил вы хотите разобраться как работает менеджер памяти в линуксе вы читаете дополнительные книги вы читаете там статьи какие-то блоги потом вы находите какие модули в ядре линукса то есть в исходниках отвечают за там работу памяти за распределение потом вы уже эту предметную область более-менее уже знаете и только тогда вы лезете и начинаете изучать исходные коды и параллельно к примеру создаете свой маленький проекте где вы просто эмулируйте как будто бы вы работаете с памятью как можно симулировать это можно выделить там массив к примеру 1 мегабайт вот и представить что это наша память да там получить указатель и вот попытаться там написать функции которые будут распределять память то есть выделять освобождать выделять освобождать вот вот таким образом это максимально эффективно и точнее максимальная эффективность будет при вот таком подходе да там но это конкретно мы изучаем там примеру опять таки этот менеджер память потому что просто так садиться и читать код надолго вас терпения не хватит плюс ну вот здесь не знаю опять этой предметной области чё тут делается что это все такое ну давайте к примеру откроем какой-то исходник цивилизации да фрицил а и это скорее всего какой-то искусственный интеллект 30 11 килобайт вот какой-то файлик ну здесь получше что мы здесь видим мы здесь видим вы видим 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 какие-то комментарии что очень хорошо что очень важно есть комментарии он описать что тут делается ну файлик маленький надо найти поболее вот 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 блин даже не знаю сервер какой-то о 200 давайте побольше найдем 297 килобайт и чё-то тут происходит ну requirement вектор что это такое вот ну тут хорошо 6 комментарий написан загружает какой-то там список вот замечательно свечи кейзы ну и т.д. и т.п. и т.д. и т.п. вот даже иногда порой сложно найти точку входа то есть ту функцию main потому что этих функций main в этом сборище исходника может быть много просто не всех ну понятное дело только одна функция main может быть но в исходниках это может быть этих функций несколько просто все зависит от настройки от конфигурации да и там зависимости от от платформы когда мы запускаем конфигур там или семей кто она определяет что за платформа и может подставлять совсем другой файл ну брать другой файл для точки входа поэтому я уже говорил изучайте предметную область и если что-то исследовать то на момент чего-то они просто так процессы потому что даже на момент чего-то конкретного вы цель какую-то преследуете можно потратить очень много времени так в результате и не до понять что все чтоб что у нас что происходит короче вот вот это чего такое и как мы видим здесь тоже не все так красиво и хорошо как хотелось бы на первый взгляд но это работает эта игра она свободная она работает в нее играют вот существует множество всяких ресурсов такие как гитхаб дальше по-моему валенсус форш как-то так source forge гитхаб ну и другие на них можно понаходить проекты с открытым исходным кодом то есть много проектов open source них даже не против если в их развитии будут участвовать другие разработчики вот но для этого что для этого нужно нужно знать предметную область нужно сделать каких-то там пару улучшений закоммитить или написать разработчикам они посмотрят да действительно вы можете помогать и тогда могут принять решение но проектов таких много вот в том числе и игрушек всяких и юфа какая-то я помню было open source но там язык си плюс плюс вот и можно было участвовать участвовать в разработке и доработки в общем много при желании найти можно много проектов с открытым исходным кодом поэтому не знаю полностью ли я ответил или то ли ожидали от моего ответа но другого я посоветовать не могу там сказать что читайте внимательно изучай ну это нужно предметную область знать читать внимательно можно расколупать чё же тут происходит но внук как тут расколупаешь если ты не знаешь вообще что в целом происходит в самой игре вот какие-то имена загружая да ну и чё же загружает вот ну надеюсь как-то я ответил и как-то может быть в чем-то помог или в чем-то деды где-то дал дельный совет вот больше мне добавить нечего поэтому изучайте если решили изучать исходные коды чужие или открытых проектов сразу же начинайте с изучения предметной области и дальше находить это то ту часть проекта которая отвечает за эту какую-то предметную область да в игре это к примеру перетаскивание объектов там ядро линукс это к примеру как мы говорили менеджер памяти и т.д. и т.п. изучили предметную область потом лезете и ищите в этом проекте нужные участки кода и изучаете их и смотрите как делают другие потому что и если кто-то делает так это не означает что так правильно там с точки зрения какого-то вакуума точнее коня в вакууме или еще чего-нибудь вот ну все больше не буду отнимать у вас время поэтому всем спасибо за внимание подписываемся задаем вопросы буду на них максимально стараться на них отвечать максимально раскрыть то что ли что-то так вот так вот поэтому все всем пока